Новости. Дорога памяти привела в Ставрополь. Краевый центр перенял у Ростова-на-Дону эстафету всероссийской патриотической акции. С середины января сотрудники Следственного комитета России приезжают в города воинской и трудовой славы, где собирают землю в специальную капсулу, изготовленную в форме артиллерийского снаряда. Таким символическим жестом ведомство решило сохранить для потомков память о подвигах, совершенных на фронтах Великой Отечественной войны. В Ставрополе акция прошла на мемориале «Вечный огонь». В ней приняли участие юноармейцы, ветераны и первые лица города и края. 21 января в Ставрополе заработали часы обратного отсчета времени, которые с каждым днем нас приближают к великой дате, дате Великой Победы. И каждая акция, которая проводится у нас в городе, у нас в крае, в нашей стране, это дополнительный вклад в укрепление патриотизма, а значит и государственности. Мы гордимся нашим городом. Буквально полтора месяца назад мы праздновали День освобождения города Ставрополь. Я со своей стороны могу сказать, что данная акция будет нами поддержана. И если нас пригласят в город Брест, мы обязательно с детьми нашей школы имени Ядрова приедем и поучаствуем в завершении, даже не завершении, а в подведении итогов этой акции. Приглашение Ставропольской делегации на заключительный этап дороги памяти в знаменитую Брестскую крепость, принявшую первый удар в июне 41-го года, не заставило себя ждать. Ставропольские юноармейцы отправятся на финал патриотической акции уже в мае. До этого символическая капсула с землей, выпущенная на оружейном заводе в Туле, объедет все города воинской славы. Своё путешествие она начала на другом конце страны, во Владивостоке, и побывала в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани и Ростове-на-Дону. Илона Домарева, Максим Критковский, Никита Чуб. АТВ. Ставрополь. Субтитры создавал DimaTorzok